МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Природоохранная инспекция Солигорского района подводит итоги уходящего года. Сотрудники охраны животного и растительного мира в течение всего года выезжали в рейды, инспектируя леса и водоемы Солигорского региона. Выезжали они и по звонкам жителей, выявляя браконьеров. Природоохранная инспекция Солигорского региона за период времени с января по ноябрь 2013 года было выявлено 177 нарушений. 133 из них – это нарушения правил рыболовства. 31 факт относится к нарушениям охоты. 8 – нарушений правил лесопользования. У браконьеров изъято 91 сеть. 129 килограмм незаконно добытой рыбы возвращено рыбоводным организациям. У браконьеров-охотников изъято 8 единиц огнестрельного оружия. Одно из них вообще оказалось незарегистрированным. Последний вопиющий случай браконьерства произошел в ноябре. В охотничьих угодьях в Лизидевне-Махновиче были задержаны жители Солигорска. 23 ноября 2013 года работниками Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при проведении полевого контрольного мероприятия на территории Старобинской охотдачи Солигорской РОС РГО БОР вблизи деревни Махновичи был задержан житель города Солигорска 1979 года рождения, который при охоте на пушные виды охотничьих животных незаконно добыл животное нормированных видов к осуле европейской. Сам возраст животного примерно полтора года. Животное было добыто из гладкоствольного охотничьего оружия дробовыми топронами. Данный гражданин осознался, вину свою признал сразу, и, значит, ущерб, нанесенный окружающей среде, составляет 60 базовых величин. Так как в его действиях усматривались признаки уголовно наказуемого деяния, то на место происшествия была вызвана следственная оперативная группа Солигорского РОВД, которая провела все необходимые процессуальные действия. На браконьеров возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере». Осенью, только чуть ранее, 27 сентября, еще двое солигорчан попались с поличным. При помощи четырех сетей мужчины незаконно выловили из Солигорского водохранилища более 100 килограмм рыбы. Ущерб, причиненный окружающей среде, почти 5,5 миллионов рублей. В целом же, по словам сотрудников природоохранной организации, самое крупное браконьерство в этом году было совершено в апреле. Тогда ущерб, причиненный нарушителями природе, составил 31 миллион рублей. Трое случайно браконьеров попались сотрудникам природоохранной инспекции дважды в течение недели. Браконьеры были взяты с поличным на месте преступления. Работники солигорской инспекции напоминают, что если вы можете что-либо сообщить о случаях браконьерства, звонить можно на горячую линию инспекции. Ваш звонок не останется без внимания. Информации поступает очень много, как на мобильные телефоны наших работников, так и на телефон горячей линии, как в Минске, в Республиканской инспекции, в Минской областной инспекции охраны животного растительного мира и нашей солигорской межрайонной инспекции. Телефон солигорской межрайонной инспекции охраны животного растительного мира 22-21-56 И телефон горячей линии Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь. 39-00. Это в городе Минске. По этим телефонам вы можете сообщить о фактах браконьерства на территории нашего района. А также, если вы находитесь где-то далеко, ну тоже сообщайте, пожалуйста. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подсудимым разыскивали очевидцев произошедшего, чтобы детально восстановить картину аварии. Получается, что водитель протащил женщину на капоте несколько метров, а затем и вовсе скрылся с места преступления. Через несколько часов БМВ, на которой было совершено ДТП, нашли при отработке территории сотрудники милиции. Испугавшийся водитель спрятал ее во дворах по улице Горького. В этот же день стало известно и имя водителя, сидевшего за рулем машины убийцы. Это оказался житель Солигорска, 1982 года рождения. Молодой человек с 2005 года лишен водительских прав. К тому же, медицинское свидетельство не показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. 17 июля Солигорчанин был заключен под стражу. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Статья 317, часть 2. Предусматривающая до 5 лет лишения свободы. Ни одно заседание суда понадобилось, чтобы восстановить картину ДТП. Выяснилось, что у молодого человека уже есть судимость по статье 328, хранение наркотических веществ, по которой он на 2 года должен был отправиться за решетку со срочкой приговора. В конце ноября, наконец, были расставлены все точки в деле по аварии. Подсудимому, 31-летнему Солигорчанину, было предоставлено последнее слово. Главное составляется последнее слово. Я так знаю, что я нарушил скоростной режим, что придет страшной трагедии смерти человека. В этом я, чисто, сердечно раскаяю. В виде сбора я не хочу, чтобы это случилось. Я виноват в том, что случилось. И должен принести за это наказание. Прошу вас принести метафорные дожанья, при котором у меня была бы возможность выплачивать толстый некомфортный короче и дитя, которые не ехали в суде. Высокий суд. Прошу вас, в честь утра, что на свободе меня оставит жена, которая находится в обществе для ребенка. Маленькие силы, которых я очень люблю. И я бы хотел ей не помогать. Другими словами, я готов работать и выплачивать иск. Волью то есть возможность. Хочу еще раз принести свои извинения родственникам потерпевшей. Хотя понимаю, что они меня никогда не простят. И теперь высокий суд только от вас зависит моя дальнейшая судьба. Обещаю, чтобы пресс такого не повторит. Прошу вас принести ко мне это снискохождение. 6 декабря состоялось заседание суда, на котором был оглашен приговор. Приговор именем Республики Беларусь. 6 декабря 2013 года суд Солюборского района Минской области в составе председателя и суча судей Холодок с участием государственного обвинителя ТАТОРа Защитника Волкович рассмотрел в открытом судебном заседании в городе Солюборске уголовное дело по обвинению Крыжа Евгения Владимировича 20 июня 1982 года рождения уроженца деревни Старой Терушки Солюборского района гражданина Республики Беларусь судимого судом Солюборского района 26 марта 2012 года по части 1 статьи 328 УК в 2 годах лишения свободы со срочки исполнения наказания на 1 год 6 месяцев задерживавшимся в порядке статьи 108 УК 17 мая 2013 года 14 июля по 16 июля 2013 года содержавшегося по страже 17 июля 2013 года в совершении преступлений предусмотренных части 1 статьи 328 и части 2 статьи 317 УК приговорил признать его виновным незаконным без цели сбыта хранения наркотического средства на основании части 1 статьи 328 УК назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года его же признать виновным в нарушении правил дорожного движения лицом управляющих транспортным средством повлекшим по несторожности смерть человека и на основании части 2 статьи 317 УК назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет и окончательно наказание ему назначить в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отдуванием наказания из правительственной комонии в условиях общего режима вот так беспечность на дороге привела к трагедии дочь лишилась матери, а семья потеряла на долгие 7 лет отца кроме наказания в виде лишения свободы мужчине придется выплачивать пострадавшей стороне моральный ущерб сумма немаленькая 50 миллионов 800 тысяч рублей в счет его погашения судебными исполнителями будет продана автомашина, на которой был совершен наезд не зря предупреждают все службы, что алкоголю за рулем не место, как не место и самоуверенности автомобиль непредсказуем, остановить его моментально не получается к чему приводит игнорирование правил дорожного движения на себе, прочувствовав соликарчанин статистика пожаров неутешительна за прошедшие месяцы 2013 года на территории республики произошло 6422 чрезвычайные ситуации из них 6402 пожара только за последний месяц в нашем регионе произошло 3 крупных возгорания Вечером 31 октября в Центр оперативного управления Солигорского ГРЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в Солигорском районе, в деревне Раховичи Прибыв на пожар, спасатели увидели, что дачный дом горит открытым пламенем В результате пожара уничтожена крыша, выгорел изнутри деревянный дом и выгорела изнутри блочная летняя кухня В одной из комнат сотрудниками горроотдела по чрезвычайным ситуациям был обнаружен труп хозяина дома мужчины 1978 года рождения, нигде не работающего солигорчанина, идет следствие Еще в результате одного пожара пострадала двухлетняя девочка 3 декабря ночью в Солигорский горроотдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в квартире по улице строителей Дом только в октябре был сдан жильцам И вот, одни из жильцов лишились квартиры, по крайней мере, на длительный срок Ведь ремонт там предстоит немалым Практически полностью выгорела кухня, пострадали и другие комнаты Двоих человек пришлось госпитализировать Один из них – ребенок, девочка 2011 года рождения Днем 10 декабря в пожарную службу позвонила жительница деревни Пусичи Она сообщила о возгорании одного из телятников Открытого акционерного общества имени Коржа Превышенное место пожароспасатели увидели, что крыша телятника объята пламенем Само здание 1980 года постройки – кирпичное Перекрытие – железобетонное На момент пожара в нем находилось 143 особи крупного рогатого скота Ферма не отапливается К счастью, эвакуации телят не понадобилось Так как железобетонное перекрытие не дало распространиться пожару Горения изнутри не происходило Натушение у пожарных ушло около 10 минут В результате пожара повреждена кровля Причина пожара устанавливается Все эти пожары – результат беспечности людей Помните, огонь ошибок не прощает Соблюдение правил пожарной безопасности – вот залог безопасности вашей В период времени с 13 по 25 ноября путем свободного доступа Воры проникли в хозяйственную постройку на территории домовладения в городском поселке Старобин Из постройки были вынесены строительные материалы на сумму в 5 миллионов рублей В ночь с 24 на 25 ноября взломав форточку, злоумышленники проникли в дом пенсионера В садовом товариществе Плянта-7 Не обнаружив особо ценных вещей, воры поживились продуктами питания Сало, кофе, яйца, колбаса Общая сумма украденных продуктов – чуть более 130 тысяч рублей 27 ноября в милицию обратился пенсионер В период времени с 16 по 27 ноября, сорвав замок с хозяйственной постройки В деревне Саковичи воры унесли его дорожный велосипед «Аист», стоимость которого – 600 тысяч рублей В этот же день только в деревне Колос был также украден велосипед «Аист» Воры работали по аналогичной схеме – вскрыли замок и проникли в помещение Стоимость велосипеда оценена в 1 миллион 200 тысяч рублей Вечером 29 ноября было совершено проникновение в дачный дом в садовом товариществе «Заря» У владельца дома исчезли продукты питания и личные вещи на сумму в полмиллиона рублей В промежуток времени с 27 по 30 ноября злоумышленники вскрыли еще один дачный дом в садовом товариществе «Заря» в деревне Плянта-7 Их добычей стали строительные материалы, инструменты и продукты питания на кругленькую сумму Стоимость украденного – более 3,5 миллионов рублей По подозрению в совершении преступления задержан житель деревни Кривичи, 1970 года рождения В местонахождении похищенного имущества устанавливается Взбив навесные замки в промежуток времени с 27 по 29 ноября Воры проникли в хозяйственные постройки в деревне Губей Проникли явно не с благой целью После их посещения владелец дома не досчитался строительного оборудования, хранившегося там Стоимость украденных вещей – более 2 миллионов Двое парней вечером 2 декабря через незакрытую дверь проникли в дачный дом в городском поселке Красная Слобода И похитили из кошелька деньги – 405 тысяч белорусских рублей Молодых людей заметила хозяйка дома, но они успели скрыться Женщина обратилась в милицию Злоумышленников обнаружили быстро Два жителя Красной Слободы 1983 и 1984 годов рождения решили таким образом поправить свое материальное положение К сожалению, похищенные деньги вернуть уже не удалось Но воры ответят за содеянное – оба задержаны В период времени со 2 по 7 декабря неустановленное лицо, взломав замок, проникло в гараж во дворе дома в деревне Косыничи Из гаража пропало имущество хозяев, но на этом злоумышленники не остановились, сняв еще и оконную раму с жилого дома Имущественный вред, причиненный злоумышленниками, более 5,5 миллионов рублей В ночь с 25 на 26 ноября с территории Хоздвора в поселке Новополески неизвестными были похищены автозапчасти к автомобилю Audi 100 Стоимость которых 1 миллион 800 тысяч рублей С 28 на 29 ноября было совершено проникновение в один из гаражей гаражного кооператива «Северный» У владельца гаража пропала значительная часть вещей Колеса, покрышки, аккумулятор, тюнер спутниковой антенны, электрогитара, несколько пар обуви, строительные инструменты И валютные сбережения в размере 1300 долларов Пропали и продукты питания По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 В ночь с 3 на 4 декабря была вскрыта автомашина Opel Vectra Оставленная хозяином напротив 12 дома по проспекту Мира Из автомобиля исчезли автомагнитола, GPS-навигатор и портмоне Общая стоимость похищенных вещей более полутора миллионов рублей В промежуток времени с 5 по 8 декабря был обворован гараж ГСК номер 16 Оттуда пропали строительные инструменты и материалы на сумму более чем 4 миллиона рублей В период времени с 6 по 9 декабря с автомобиля Volkswagen Passat 5 Находившегося на неохраняемой стоянке возле дома номер 16 По бульвару шахтеров были сняты злоумышленниками две зеркальные линзы Снаружи зеркал заднего вида Стоимость утраденного 400 тысяч рублей В полвторого ночи 10 декабря в милицию поступил звонок от жителей города Возле дома номер 5 по бульвару шахтеров неизвестный обворовывал автомашину Выбывшим нарядом милиции на месте преступления был задержан нигде не работающий местный житель 1995 года рождения Который похитил зеркала заднего вида с нескольких автомобилей Возбуждено уголовное дело по статье 205 части 1 Похищенное у злоумышленника изъяли Утром 26 ноября воры воспользовавшись ситуацией наведались в одну из квартир 19 дома по улице Богомолова Хозяин квартиры на лестничной клетке ремонтировал окно и не запер входную дверь ни коридора ни квартиры Вследствие этой беспечности мужчина лишился двух барсеток своей и сына с личными документами и ключами от автомобиля в гаража Общая сумма ущерба 415 тысяч рублей Следственной оперативной группой вызванной на место преступления возле подъезда были обнаружены похищенные вещи Находились они у жителя того же дома, нигде не работающего солигорчанина, который к тому же состоит на учете в уголовной исполнительной инспекции Мужчина задержан Вечером 27 ноября злоумышленник, воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, проник в складское помещение универмага Солигорск После этого визита некоторые работницы универмага недосчитали своих сумочек Вор оказался быстрый, помещение пустовало буквально 10 минут Общая стоимость пропавшего около 7,5 миллионов рублей В ночь с 19 на 20 ноября был крупно обворован торговый павильон по улице Октябрьской Стоимость украденных у индивидуального предпринимателя товарно-материальных ценностей В основном это были продукты питания Составила более 12 миллионов 500 тысяч рублей Около часа ночи 29 ноября сработала сигнализация торгового павильона возле автовокзала Прибывший на ряд департамента охраны задержал 28-летнего ранее судимого солигорчанина Находившегося в состоянии алкогольного опьянения Он непонятно зачем начал крушить торговый павильон Бред, причиненный хулиганом владельцу торговой точки, более 3,5 миллионов рублей В период времени с 23 по 27 ноября, взломав замок Воры проникли в строительную бытовку на участке в поселке Новый И вынесли оттуда значительную часть строительных материалов и инструментов Общая стоимость похищенного превышает 2,5 миллиона В промежуток времени с 29 ноября по 2 декабря Воры вскрыли дверь кладовки на лестничной клетке дома 18А по улице Заслонова И ушли с комплектом, который состоял из надувной лодки, насоса и весел Стоимость украденных вещей более 4 миллионов В ночь со 2 на 3 декабря было совершено проникновение в нормокомплект на территории склада строительного управления 108 Открытого акционерного общества строительный мердий Ордена Октябрьской революции Из него пропали 4 газовых переносных нагревателя На общую сумму 8 миллионов рублей Примерно с часу дня до 5 часов вечера Воры, выдавшие поднюю дверь, проникли в квартиру 24-го дома по улице Набережной Гломушленники унесли в неизвестном направлении Радиотелефон, цифровой фотоаппарат и бутылка тайника Стоимость украденных вещей около 2 миллионов рублей Распитие спиртных напитков 17 ноября со знакомыми Закончилось для работницы магазина «Златка» Исчезновением из ее сумки кошелька с 2 миллионами 400 тысячами рублей Женщина обратилась в милицию Оперативники начали проверять информацию Выяснили, что кошелек привлек одну из знакомых женщины Ранее судимую пенсионерку 1955 года рождения 18 ноября после похода в гости к своим знакомым И совместного распития алкоголя 20-летняя солидарчанка не нашла в своей сумке кошелька В котором было 2 миллиона 100 тысяч рублей А также банковские карточки Преступление пока не раскрыто, идет следствие 24 ноября после распития спиртного Со знакомыми еще одна женщина оказалась обворованной Из-за ее сумки исчезли 1 миллион 400 тысяч рублей В ходе проверки установлено, что данное преступление совершил Нигде не работающий солигорчанин 1960 года рождения Мужчина ранее неоднократно судим Теперь он задержан, похищенное вернуть не удалось 27 ноября из раздевалки клинической средней школы У одной из учениц были украдены сапоги Стоимостью 530 тысяч белорусских рублей В милицию обратилась мама девочки Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь Около 6 утра 1 декабря В милицию с заявлением о причинении тяжких телесных повреждений Обратился фельдшер травмопункта приемного отделения Солигорской больницы Выяснилось, что удар мужчина получил От доставленного в приемный покой Неоднократно судимого за кражу солигорчанина 1989 года рождения Вот так отблагодарил за медицинскую помощь врача Молодой человек Теперь он задержан Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 239 В начале 11 вечера в милицию позвонили В скорой помощи Возле магазина Проспект Мужчина в ходе возникшей ссоры Получил ножевое ранение в грудь Оно относится к категории тяжких и опасных для жизни По подозрению в совершении данного преступления В порядке статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь Задержан солигорчанин 1992 года рождения Состоящий на учете в уголовно-исполнительной инспекции Возбуждено уголовное дело по статье 147 части 1 Это вся информация на сегодня Следующий выпуск в эфире 27 декабря В котором новые подробности криминальных событий в регионе Нам всегда есть что рассказать А вам принять во внимание полученные сведения Берегите себя До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин